Всем привет, ребят! С вами Алексей24 и мы продолжаем проходить корсары каждому свою. Голландский гамбит прохождение загвик. Это последняя финальная серия прохождения голландского гамбита именно за голландскую вестинстерскую торговую кампанию. Мы сейчас должны прийти к Лукусу Роденбургу, но об этом немного попозже. Я провел несколько дней в море, накопил денежек, пополнил запасы, занялся своими делами. А сейчас нужно высаживаться в порт. Но прежде чем высаживаться, я все же вам, ребята, хочу напомнить, чтобы вы обязательно подписались на канал и забывали поставить колокольчик под эти видео. Для того, чтобы не пропускать новые серии и новые видосы. Ну а пока ты, приятель, подписываешься и ставишь колокольчик, мы высаживаемся и продолжаем. Как я уже сказал, я провел несколько... Точнее, я уплыл отсюда, не то что несколько дней. Нужно пропустить кое-какое время. И сейчас нам нужно... Не мешай! ...попасть на прием к Лукусу Роденбургу. Я не вижу, как кто-то ко мне подходит. Стоило мне только высадиться на причал, и меня встречает уже посыльный, прямо на пирсе. Вас срочно вызывает минхер Лукас Роденбург. Прибудьте к нему немедленно. Хорошо, я уже иду к нему. В порту Вильямсдада меня встретил офицер Вестовой. Мне срочно требуется прибыть к Роденбургу. Ну что ж, не будем его заставлять долго ждать. А вот мы уже здесь, в кабинете. Вы сделали правильный выбор, минхерц. Я ждал вас, друг мой. Вам грозит большая опасность. Я беспокоен вашей судьбой. Да что вы такое говорите? Да-да, именно так, мой друг. В нашем мире порой невозможно определить, кто враг, а кто друг. И зачастую неведом тот момент, когда лучший друг превращается в злейшего врага. Наш общий знакомый аптекарь Сент-Джонса, Джордж Мердок, а на самом деле бывший агент компании, Йохан Ван Морден, продался британской военной разведке и перешел на сторону англичан. От них он получил задание, пользуясь личным знакомством, устранить одного из талантливейших агентов компании, я имею в виду вас. Невероятно, воистину никогда не знаешь, в какой момент получишь удар ножом в спину. Именно, капитан, вы бы никогда бы не заподозрили Йохана Джона в предательстве, так ведь? Я вовремя сумел раскрыть этот коварный заговор. Вы должны опередить Ван Мордена и нанести упреждающий удар, прежде чем он настигнет вас в каком-нибудь темном углу. Когда вы будете не готовы скрестить шпаги, отправляйтесь на Антигуа и уничтожьте продажную тварь в ее же логове. Есть один небольшой секрет, в аптеку можно попасть через подземный ход. Начинается он под люком прямо напротив церкви Сент-Джонса. Воспользуйтесь этим ходом, прокрадитесь незаметно в берлогу негодяя и убейте его. Похуже выхода у меня нет, а жить постоянно глядываясь за спину мне как-то не по душе. Есть еще один нюанс, капитан. Когда вы ликвидируете Йохана, обыщите его дом и его самого. У него есть архив «Толстый Гроссбух», куда он вносил различные записи, когда еще был агентом компании. Я надеюсь, он еще не передал об англичанам. Там содержится масса информации, способным нам навредить, окажись она в руках врага. Найдите этот архив и доставьте его мне. Я хорошо заплачу вам за него, а теперь отправляйтесь. Желаю вам удачи, Шарль, и постарайтесь вернуться живым. Вы нужны Голландии. Я обещаю вам, Мюнхер, вернусь на Кюросау целым и невредимым. Тем более, это в моих интересах как-никак. До скорой встречи. И вот запись в судовом журнале. По словам Роденбурга, мне угрожает опасность. Аптекарь Джон Мердок решил свести со мной счеты. Очень странно, ибо при встрече Джон не показался мне негодяем. Хотя, служа у Лукаса, я столько всего насморелся. Лучше не рисковать. Выдвигаюсь на Антигуа и покончу с этим аптекарем. Ну что, ребята, погнали. Остров Антигуа, поселение Сент-Джонс. Я прибыл в город. Ребята, прежде чем начать этот квест, я настоятельно, ребята, рекомендую перед началом квеста обязательно запастись лечебными снадобьями и нормальным оружием, для того, чтобы вообще что-то делать. Так, мне здесь надо в первую очередь найти церковь. Вот, в общем, ребята, стоим лицом к церкви, поворачиваем. И вот здесь будет вход в подземелье. Мы в катакомбах. Я уже забыл, как передвигаться по этим катакомбам. Поэтому движемся. И нам надо прийти, получается, через него в аптеку. А вот я, короче, подбежал к катакомбам. Я, как понял, надо пройти мимо вот этой фигни. И лесенка должна виднеться через вот эту, получается... Вот мы бежим. А теперь мы в аптеке. Возможно, я действительно скоро умру. Но ты сдохнешь прямо сейчас. Ага, вот и заявился наемник Роденбурга. Эркюр Лонгвей, сюда, к бою. Ты ищешь смерти? Она перед тобой. Да я вижу, что передо мной. Надо быстренько измотать его. Так. Собака. Скотина. Так, 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 так. Нормально. Отлично, меня убили. Отлично, Джон Мердок повержен. Теперь Эркюль. Он офигенный фехтовальщик, ребята. Я буду сейчас его изматывать. Отлично. Так, 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 еще. Он пытается меня рубить. Он владеет тяжелым оружием. А я буду вот этим пользоваться, короче. Отлично. Первый урон. Он закрылся, а я в него стреляю. Так, давай, давай, Эркюль. Будешь меня атаковывать? Зараза. 23. Ну-ну-ну. Есть. Минус 15. Так, пойдет. Он долго восстанавливается. Потому что, все-таки, наверное, тяжелое оружие играет роль. Че, зараза, закрываешься? У меня энергия так садится, конечно. Блин. Вот он. Вот он, гад. Минус 20. Пистолет. Минус 60. Блин, он меня ткнул. Минус 19. Так, нормально, идем. Давай, давай, давай. Блин, он меня ткнул. Есть. Пропустил. Так, мы лечимся пока. Нам нельзя подставляться. Я бы не вижу. Есть. Пропуст. Минус 21. Нормально. Еще одну лечилочку употребляю. Давай, давай, давай. Ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Удар пропустил. Теперь пистолет. Отлично. Минус 77. У него 219 здоровья осталось, по идее. Ну, давай. Надо еще удар его пропустить. Блин, он попал. Так, 14. 11. Есть. Успешно пропускаем его. Ага, он спрятался. Я не буду его рубить рубящим ударом. Слишком много энергии уходит. Зараза. Он катычет, я не успеваю ничего сделать. Блин, зараза, а. Так, так, так. Я слежу за ним. Так, я вижу. Спрятался пистолетиком. 150 жизней у него осталось. Давай, давай, атакуй. Ты. Он норовился прям меня тыкать. Да блин, я не успеваю. Да блин, я не успеваю. Минус 25. Неплохо. Да блин. Минус 26. Я сейчас разозлюсь, Аркюль. Так, давай, давай, давай. Ждем. Ну, 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 ну. Ты будешь атаковывать? Есть. Пропустил удар. Отлично. 24. Ага, спрятался. Ладно, прячься. Есть. Наконец-то я убрал Аркюля. Это отлично. Так. Забираем. Смотрим. Это денежки. Ключи от аптеки, противоядие и всякая фигня. А, так. Ключи от аптеки взяли. Я не понял. Это Мердок. Я его обыскал. Это Аркюль. Че, у Аркюля так мало этих денег, что ли? Не, все. Трупы полностью я обыскал. Все отлично. Все круто. Следующим нашим шагом будет поиск дневника, про который нам говорил Лукас Роденбург. Итак, я предлагаю обыскать все абсолютно сундуки. Че у нас здесь? Кувшин. Он мне не нужен. Так, а че, здесь нельзя ничего, что ли, оставить было? Сундук. Ага, дневник, архив Джона Мердока. Отлично. Новая запись в судовом журнале. В сундуке аптеки я нашел архив Джона Мердока, или правильнее Йохана Ван Мердона. Но прочесть его не представляется возможным. Бессмысленный набор букв. Очевидно, нужен какой-то шифр. Вот только где его найти? Я знаю, надо где-то по подземелью лазить. Может, в подземелье где-то в каких-то углах? Офицеры, вы не могли раньше прийти, когда я месился, а? Блин. Охренеть. Было бы проще с офицерами. Ладно. Не будем на этом заострять внимание. Так, я не понял. А я не с той стороны, что я побежал? Да, не стой. Сейчас бежим по катакомбам. Нам нужно найти каждый тупик и его обыскать. Возможно, где-то валяется этот шифр. Так, здесь что у нас? Здесь ничего нету. Пошли дальше. Так, еще какие-то камни, какой-то угол. А вот он и шифр, ребята, к архиву. Мы его взяли. Новая запись в судовом журнале. Я расшифровал архив, но лучше бы я этого не делал. Какой же гад этот Лукас? Ну да черт с ним. Человек он опасный и возможности у него здесь навредить мне достаточно. Сделаем вид, что я ничего не знаю. Да и ломать жизнь красотке Эбигайль не хочется. Это ее выбор. Хотя на фоне Лукаса Капитан Флитфуд выглядел просто ангелом. А я начинаю обзаводиться недвижимостью. Похоже, у меня появился собственный дом с подземным ходом. Так, это понятно. А что у нас по документам? Архив Йохана Ван Мердена. Последние страницы. Все вышло так, как и следовало ожидать. Я слишком много знаю о Лукасе еще с тех славных времен, когда мы вместе служили в Фромзе. После повышения Лукаса по службе, мне не стоит рассчитывать на спокойную жизнь. Идя с фальшивым летучим голландцем, замечательный образчик того, что работает Роденбург. На снисхождение мне рассчитывать не приходится. Запираю аптеку, перехожу на садное положение, пока не придет корабль, на котором я покину Карибы. Новый помощник Лукаса, похоже, славный малый, и жаль будет его убивать, если этот подонок Роденбург пришлет его в Сент-Джонс на верную смерть. Хотя это лучше, чем самому погибнуть от рук молодчиков Остина. А их Лукас тоже может нанять, поскольку денег у него куры не клюют. Шарль де Мор обзавелся новой недвижимостью. У него аптека в Сент-Джонсе. Но, в принципе, так же, как и, получается, в голландском Гамбите. За тайную организацию мы в любом случае получаем эту аптеку. И, как мы, наверное, помним, надо пошарить по комнатам и найти здесь Джина Гвинелли. А вот и Джина Гвинелли. Надо с ним поговорить. Что нового в мире? Я тут совсем одичал со своими пробирками. О, здравствуйте, сударь. Как вы сюда попали? А где Джон? Так-так, вот кто скрывался за этой... запертой дверью. Очень интересно. А касательно Джона, то он уехал. И этот дом теперь принадлежит мне. Но ты не волнуйся. Давай познакомимся, кто ты и что здесь делаешь. Меня зовут Джина. Джина Гвинелли. Я ученый. Занимаюсь тем, что готовлю порошки, микстуры и прочие лекарства для нужд мистера Мердека. Но раз уж теперь он уехал, то... Ну, а я Шарль Дамор, капитан собственного корабля. Значит, ты алхимик? Не только алхимик, но также и лекарь. У меня неплохие познания в медицине. Знаю свойства лечебных трав и умею готовить из них товары, настойки и микстуры. Мое призвание — познание химической природы веществ. Я постоянно экспериментирую, открывая новые и новые соединения, которые могут оказаться очень полезными, в том числе и для вас. Знаю латынь, английский, французский, итальянский языки. Если вы собираетесь, как и мистер Мердек, вести аптечное дело, вам без меня не обойтись. Ого! Не каждый день встретишь, что ли, ученого человека. Аптечное дело — это, конечно, хорошо. Но я моряк. Хм... Как необычно звучит для самого, однако я совершенно уверен в том, что мы поладим, Джин. Ты будешь спокойно, как и раньше, жить в этом доме и заниматься своей наукой. А если мне понадобится помощь алхимика, лекаря или просто ученого человека, я буду знать, к кому обращаться. И далеко идти не потребуется. Скажи, а почему ты постоянно живешь обзаперти? Ты даже не выходишь в город. Ну почему же? Выхожу, когда мне нужно купить трав или каких-то ингредиентов для моих опытов. А живу я затворником. Мне так нравится. Я посвятил свою жизнь науке. Мирская суета меня мало интересует. Мне больше нравится проводить все свое время в окружении моих книг, рукописей, пробирок, колб и всякой фигни. Мистер Мердок предоставлял мне такую возможность в обмен на мою помощь в приготовлении лекарств. Часть своего дня я посвящал работе на мистера Мердок, а остальное время у меня уходило на научные исследования. Теперь у тебя его будет еще больше Джена. Но если тебе потребуют... Но если мне потребуется твоя помощь, то тебе придется поступиться со своим временем, которое ты тратишь на свои эксперименты. Договорились? Безусловно, капитан, я буду звать вас капитан, сэр. Хорошо? Как только вам потребуются мои практические навыки или теоретические знания, я ставлю все свои исследования и буду заниматься только вашими делами. Прекрасно, я рад, что мы так быстро нашли общий язык. Насчет своего пансиона не беспокойся. Я или мой казначей будем периодически оставлять ей достаточную сумму денег. Спасибо, капитан, мне много не нужно. Да, капитан, я тут подумал, а не хотите ли вы тоже немного приобщиться к искусству алхимии? Это вам может очень пригодиться. Хм, как говорил мой братец, не стоит брезговать, научиться делать что-либо собственными руками. Конечно, хочу. А что ты можешь мне показать? Ну, конечно, превратить железо в золото у вас не получится, впрочем, это пока никому еще не удалось. Но смешивать ингредиенты согласно рецептам и получать на выходе зелья и другие полезные предметы вы точно сможете. Вот, возьмите саквояж, а в нем есть все, что нужно начинающему алхимику. Пробирки, колбы, риторы, какой-то там куб, шпатель, стеклянные трубки, горелка и прочее. Как интересно. Для этого, чтобы вам приготовить собственный зелье или предмет, вы должны знать рецепт. Рецепт вы можете купить у торговцев травами и амулетами или найти где-то еще. Затем, изучив рецепт, вы должны собрать все нужные ингредиенты и выполнить действие в строгой последовательности, как указано в рецепте. Если вы собираетесь приготовить зелье, вам потребуется пустой пузырек, чтобы поместить туда приготовленное. Для нагревания используйте горелку для взятия навесок веществ в шпатель для приготовления кипячения. Колбу для испарения с конденсацией а перегонный куб. Также вам наверняка потребуется ступка и пестик для измельчения твердых компонентов. Но эти предметы вы сможете приобрести у лоточников за приемлемую цену. Также вам может понадобиться тигель для нагревания веществ до очень высоких температур. Но лишнего тигеля у меня сейчас нету. Так что если вам вдруг понадобится такая штука берите даже не думая пригодится. В общем надо попробовать попытаться и все получится. Компоненты это как правило травы спиртосодержащие жидкости готовые зелья минералы а также вообще любые предметы. Ясно буду пробовать на досуге. Спасибо Джина. А хоть какой-нибудь простенький рецепт ты можешь мне дать чтобы я сразу приступил к практике? Простых у меня нет но возьмите вот этот ценный рецепт противоядия. Думаю вы вполне сможете справиться с данной задачей. Держите. Благодарю. Буду потихоньку учиться. Ну а пока до встречи Джина. Присматривай за моим домом. Боюсь я тут бывать буду не часто. Так что смело распоряжайся не только в своей комнате но и за ее пределами. Увидимся. для создания амулетов вы должны владеть навыком алхимия. Ну что ребята у нас теперь есть аптека мы поговорили с Джина Гвинелли теперь он у нас присматривает за нашей аптекой нам нужно обязательно вернуться к Лукасу Роденбургу. Роденбург Вот мы в кабинете уже штаб-квартиры Гвик у Лукаса Роденбурга я предлагаю сдавать квест Вас ждет блестящая карьера капитан Меня уже доложили о вашем прибытии на Кюросау друг мой я рад что вновь вижу вас это означает что Йохан ван Мерден мертв да он и его сообщик уничтожен и мне пришлось выдержать нелегкий бой но все таки я и их одолел превосходный капитан я рад очень рад вы нашли архив в принципе ребят если мы не отдадим ему архив то ничего допустим ничего дельного мы из этого не выявим в общем если мы зажмем дневник то ничего такого мы не получим смысл держать его у себя и не отдавать Лукасу я не вижу несмотря на то что Лукас подонок поэтому да вот он другого госбуха ни в сундуках ни на трупе аптекаря не было отлично теперь он не достанется англичанам вот вы в очередной раз подтвердили что вы лучший дайте мне эту книгу за найденный архив вам положена награда вот этот отличный мушкет он верой и правдой служил мне пусть теперь послужит и вам спасибо мы отлично поработали с вами капитан без преувеличения могу сказать что из вас получился отличный агент по специальным поручениям если вы продолжите служить во благо Голландии уверен что вы достигнете невероятных карьерных высот так вы говорите мюнхер слово прощаетесь так и есть шарль мои дела в колониях наконец-то окончены я через неделю отбываю в Европу в родную Голландию со мной отправляется моя жена Эбигайль и теперь уже мой тесь Соломон Питер Стайвисонт уже нашел нового вице-директора компании так что по всем вопросам будете обращаться к нему да чуть не забыл за вашу верную службу я передаю вам в постоянное владение Мэйфинг этот корабль отныне ваш целиком и полностью спасибо Мюнхер Роденбург я так привязался к Мэйфинг что даже привык считать его своим теперь это на самом деле так а теперь я попрошу вас покинуть меня мой друг мне еще предстоит сделать массу работы до отплытия будете в Амстердаме обязательно заходите выпьем по стаканчику у каминов вспомним былые времена обязательно Мюнхер желаю вам счастья в вашей новой жизни до свидания голландский гамбит ушел в архив я отчитался перед Роденбургом об уничтожении Ван Мэрдена Лукас отплывает в Европу вместе с Абегаль что же счастливого им пути прохождение голландского гамбита Корсара каждому свое загвик успешно завершена это был последний ребята квест на этой минуте я с вами прощаюсь хочу лишь сказать если тебе понравилась серия и мое видео тебе было полезное то обязательно влепи лайк этому видео и подписывайся на канал и ставь колокольчик если ты до сих пор это еще не сделал а мы с тобой увидимся в следующих видео в следующих прохождениях всем удачи и всем пока он долго восстанавливается потому что все таки наверное тяжелое оружие играет роль